И все. Ну вы как были без денег, так и останется. Вменять надо систему. Подходите, женщина, рассказывайте. Правильно. Правильно. Мы горим за то, чтобы вас приехал китаец и возил на вашу виску и ухаживал за вами. Не так, как сегодня украинцы ездят в Европу и потирают задницы пенсионерам маразматическим. Получают 3000 евро и помогают сюда, деньги присылают своим семьям. А за то, что присылают деньги своим семьям, они еще облаживают налогами на эти все депозиты. Сегодня 15%, вдумайтесь. Избавляйтесь от гривни, ищите доллары, потому что благодаря долларам вы сможете нормально хоть иметь свои сбережения, которые не обанкротятся. Сегодня имейте сбережения в недвижимости, в золотовалютных запасах. Это не только золото, это серебро, которое имеет больше перспективы, нежели золото. Кому интересно, мы будем это все рассказывать. Как хотя бы при существующей системе сохранить свои деньги и приумножить. Вот это для вас самое главное. Пенсионеры рассказывают своим детям, своим внукам, за кого голосовать. И сами голосуем за свое светлое будущее, за партию 5-10. Молодежь, вступаем в наши ряды. Вы видите, у нас нет пенсионеров, потому что пенсионера надо платить, а мы денег не платим. И мы сами сюда вышли отстаивать свое светлое будущее. Мы хотим жить в красивом государстве. Мы хотим, чтобы вы жили красиво в конце-то концов. За Баблавского проголосовали по 200 гривен, получили юшку попили на здесь дамби и все, рыбку половили. Он пошел, начал девочек дальше поставлять своим олигархам и все. Вот вы что выбираете, продаете все. Мы говорим вам правду в лицо, умейте служить правду и говорите о деньгах. Поэтому ваша цель, ваша задача сегодня голосовать за светлое будущее. За то, чтобы жить на самой красивой, самой лучшей, самой умнейшей территории. Пусть прогода у нас плохая, климатические условия ужасные. Перепад температур в 50 градусов. Здесь никакого урожая никогда не будет. Посмотрите, как мы ведем сельское хозяйство. Мы не успели посадить, а уже думаем, будет ли оно прибыльным. Спросите у аграриев, где они здесь ходят, эти аграрии, они вам расскажут. Но сегодня невозможно заработать на земле, на строительстве, кроме недвижимости, которую можно сдавать и продавать. И на индустриальных каких-то моментах. Заводы ваши, шахты никому не нужны. Все. Сегодня весь Донецк, Луганск, бизнесмены, миллионеры. Сегодня выехали они фактически куда? В Черкассы? Нет. Где они? Где эти джипы? Я неделю в Киеве сидел, решал вопросы. И я видел какие-то машины. АН, это Донецк, ВВ, Луганск. И как ребята оттуда приехали, со своими чемоданами в багажник деньги погрузили. И эти деньги не в Черкассы привезли. А эти деньги, они знают. Потому что богатые люди знают, где деньги находятся. Деньги находятся там, где они имеют возможность размножаться и можно заработать. В Черкассах ничего не заработаете, кроме 100 гривен в будке, в день. И то в конце рабочего дня. Все. Голосуем за партию 5-10. Номер в счастье в избирательном бюллетене. Получали 100 гривен от Порошенко, от Громадских позитий, от Народного фронта, от Самопомощи и так далее. От остальных партий за все хорошее. И проголосовали за партию 5-10. Вы, ваши дети, соседи, родственники. Все. Сегодня все мои родственники, уже все знают, вся Украина должна сегодня проголосовать за 5-10. Потому что если бы не сейчас мы это сделаем, то дальше будет поздно. Дальше залезут в Харьков, сволочи с Востока. Дальше они с Одессы, с Приднестровья пойдут, с Херсона, с Крыма пойдут. Чем мы будем воевать? У нас сегодня нечем воевать. Почему? Да потому что денег нет на территории Украины. Сегодня наше производство военное не работает. 150 танков в последней разработке, оплот, вдумайтесь. Не стоит, сегодня не принимают участие в военных действиях. Почему? Потому что не веден военное состояние. Сегодня ребята готовы идти и воевать за свое светлое будущее. Вчера моего брата из АТО похоронили, родственника моего, брата-сестры. Был в батальоне Киевская Русь разведчиком. Пошел и снайпер его убил. Сука его убила, с Востока пришла, нанятая за деньги. Вот и все вам. И так будет с каждым, если мы будем опять выбирать за все хорошее. Сегодня Путин, скотина, придет со своими миллионами, миллиардами и всех нас купит. Сегодня все его коллаборационисты, это те, которые работают и пособничествуют всем этим захватчикам. Они сегодня придут и будут рассказывать, что голосуй, выбери меня. Я приду в Раду и буду вводить туда свою систему. Сегодня необходимо скидывать налоги с себя. Голосуйте за партию 5-10. 5% из продажи, 10% социальный налог. Этих денег хватит с головой. Всему миру сегодня Украина скажет, что выгодно работать и зарабатывать деньги. И весь мир со своими миллионами приедет и будет здесь работать. Сегодня мы все черкащане пойдем туда работать к нему. Потому что он будет нам по тысяче, по 2, по 5, по 10 платить тысяч долларов с зарплаты. Пенсионеры вы можете пойти там миллионеру подметать у него перед его офисом. Будете зарабатывать по 500, по тысячу долларов. Наше государство о вас не позаботится. Позаботитесь вы сможете только о себе. И у вас есть шанс напрямую проголосовать за партию 5-10. Отменяйте с себя налоги. Скидывайте с себя налоги. Их не надо платить. С какой целью? Где наши дороги, которые мы платим? Где наше тепло сейчас будет? Почему сейчас не включает нам отопление? 11 число. 4 дня по закону. 15 число должны октября включать отопление. Его не включат. Не беспокойтесь. Верное отключение электроэнергии. Какого черта отключают электроэнергию? Непонятно. Газ выключат. Электроэнергию выключим. И мы будем ходить радостно и голосовать за очки, за косу, за вилы и за боксерские перчатки. Они придут к власти. Да, у них будет газ. У них будет электричество. Их дети всегда будут иметь возможность зарабатывать. Но сегодня надо менять систему. Скидывать себе налоги надо. Запомните раз и навсегда. Сегодня надо говорить о деньгах. Учите своих детей финансовой грамоте. Сами учитесь, просвещайтесь. Включите интернет, зайдите. Как там, смотрите, люди зарабатывают. Потому что это самое главное сегодня. Если вы имеете возможность заработать себе, своей семье, не дав государству ничего, тогда вы еще имеете шанс, иметь возможность отдохнуть за границей, приобрести прекрасное питание, воспользоваться всеми видами услуг, приобрести себе прекрасные одежды, прекрасно красиво выглядеть, и действительно открыто говорить и заявлять, что да, я могу в этом государстве заработать, но таких нету. И среди вас таких нету. Бизнесмены, миллионеры сегодня ездят на своих джипах и думают только, и зарабатывают, и боятся говорить о деньгах. Я миллионер черкасский. Я налогов не плачу. И поверьте мне, никто, кто ездит на джипах, налоги не платит. На джипах ездят казнокрады и ездят миллионеры. И я сегодня фактически вышел, взял на себя такую социальную роль, ответственность, взял эту ответственность на себя. И не боюсь, я открыто заявляю, что граждане Украины, пришло время вам открыто говорить о деньгах, открыто заявлять, чего вы хотите. Вы хотите все денег. Вы лично, никто сейчас сюда не подойдет, к микрофону, и не скажет, сколько из вас кто платит налогов. Никто не знает. Сам налоговый инспектор не знает, сколько он платит налогов. Я все время к нему прихожу, открываю дверь и говорю, здорово, здорово, проходи. Я говорю, я тебе налогов не заплачу. Он говорит, заплачь, я подам в суд. Подавай, у меня нечего взять, на мне ничего не оформлено. Ну ты же миллионер. Да, я миллионер, но ты не знаешь, где мои деньги находятся. Они же находятся у тебя здесь, в Украине. Найди их, никогда не найдет. Никогда. Он сам не знает, сколько он платит налогов сегодня. И он говорит, так, Саня, сколько с тебя взять денег? Сколько с тебя взять налогов? Я ему дулю достаю и показываю. Вот, не получишь ты ни копейки моих денег, потому что ты казнократ. И я ему открыто заявляю. Вчера мы ходили, или когда мы были, пикетировали облдержадминистрации. Государство всех, даже бюджетных, бюджетных, служащих, рабочих, которые работают, переводят в те банки государственные, которые финансируют, ну и из бюджета поступают. Всех делают рабами. Я поаплодировал. У меня получили, с одной стороны, казнократы в облдержадминистрации, с другой стороны, люди, которые вышли с плакатами. Потому что они поняли, что от государства ждать ничего хорошего не надо. Они получают свои нищенские зарплаты, 150-200 долларов. Все. Это все, что вам сегодня государство платит. Ну и то вы можете немножко погусекратить. Это когда за вашу подпись, где-то ваше лояльное отношение, вам приносят бутылочку вина, дешевого за 35 гривен, коробку конфет. Киевский ветер уже никто не покупает, вам не носит, потому что оно дорогое, стоило 50 гривен. Вот и все, что вы сегодня зарабатываете. Я поймал казнократа в коридорах, в интернете найдете видео. Я с ним стал общаться. Я говорю, ты казнократ? Он стоит, говорит, не, не, разумеешь, я не казнократ. Я говорю, хорошо, ты гусекрат. Объяснил, кто такой гусекрат. Гусекрат это чиновник, который находится в подчинении у своего босса, начальника, директора и так далее. У казнократа фактически. Я говорю, ты гусекрат, ты разумеешь, ты разумеешь, все, я вот, найдите в интернете есть. Я вот остальный раз гускуил 10 роков назад. Вот вам, пожалуйста, ответ. Люди, и коридор, пустой коридор стоит, 15 дверей, 3 часа дня, никто не выходит. Я 5 минут стою, общаюсь, никто не вышел, никто ничем не занимается в этих кабинетах, в этих чиновников. 80% бюрократов сидят. За что им зарплату платят, я не понимаю. Они ничего не создают. Они не создают никакую услугу, никакой товар, никакую работу иную не делают. Продают свои подписи. Все, что они могут делать. И ничего, и не разрешать. А если разрешать, то опять за деньги. С этим стыкаешься каждый день. И все время, сколько я там простоял, за 5 минут никто не вышел. Потому что все они сидят, попрятали в своих кабинетах, офисный планктон сидят. Играют в бильярд, играют в шарики на компьютере и пьют кофе. Звонят домой, решают все свои вопросы. А теперь посмотрите, если чиновник в Европе таким будет заниматься решением своих вопросов, я с немцами разговаривал, то немец говорит, ты его сразу уволят. Пусть он в рабочее время попробует позвонить в магазин и договариваться насчет штор. Какие шторы ему подходят, есть ли такие. А сегодня 80% своего времени и меня, именно этим они и занимаются. Решением своих домашних вопросов. Пожалуйста, будущего никакого нет. Ни у нас, ни у них, абсолютно ни у кого. Поэтому надо выбирать себе мечту, цель ставить. Вы разучились, украинцы, мечтать. Вы не можете сказать и подойти, какая у вас мечта. В детстве вы хорошо мечтали. Вы все хотели стать милиционерами. Вы все хотели стать пожарниками. Вы все хотели стать рабочими, там, не знаю, преподавателями, медицинскими сотрудниками, врачами. Но как только вы попали в эту грязь, в общество, то вы тогда перестали и разучились мечтать. А мечтать надо продолжать всю жизнь. Я домечтался до того, что стал миллионером гривневым. Я домечтался до того, что хочу изменять систему. И я сегодня все делаю, чтобы ее менять. Я мечтаю тому, чтобы Украина жила красиво, богато. Чтобы Порошенко жил красиво. Чтобы Гриценко поехал в Атутино и там жил.